Французские журналисты рассказали, что увидели на фронте и в тылу, шушу взяли практически в рукопашном бою, безо всяких дронов и современной техники. Корреспонденты французского Лэмунд в Ханкенде пишут, что раненых из шуши привозят в основном с пулевыми и ножевыми ранениями. Даже не автоматными или винтовочными ранениями, а именно с пистолетными и ножевыми. Это значит, что город брали практически в ближнем рукопашном бою. То есть работал горный спецназ. Причем при наступлении, поднимаясь на гору, азербайджанцы не оставляли на поле боя раненых и убитых, их тоже подняли в крепость. Шуша, находящаяся на высоте от 1400 метров до 1800 метров над уровнем моря, расположена на скале и считается неприступной крепостью. Силы спецподразделений и подразделений горной пехоты вооруженных сил Азербайджана в ночь с 3 на 4 ноября пробравшись в город со стороны села Дашалты и со стороны Зеленки, примыкающей к селу Гирибали, перебив четыре поста армянских подразделений, заняли старую крепость в самом городе и шушинскую тюрьму. Отбив несколько атак, спецназ начал с боями расширять плацдарм в городе. За городом несколько диверсионных групп вооруженных сил Азербайджана взяли под огневой контроль дорогу Ханкенде-Шуша. Азербайджанские подразделения продержались в городе двое суток. Армянские силы в городе перемалывал спецназ без поддержки бронетехники, пишет вестник Кавказа. К вечеру 6 ноября к городу подошли мотострелковые части вооруженных сил Азербайджана и в ночь на 7 ноября полностью выбили армянские подразделения из города. Несколько попыток контратак армянских вооруженных сил ни к чему не привели. Так был развенчан миф о том, что азербайджанцы не умеют воевать. Это очень важная победа вооруженных сил Азербайджана, которая показала всему миру, что такое святая земля предков и как за нее нужно воевать.